Всем привет! Сегодня будем готовить лимонный тарт. Очень легкий, воздушный и изысканный десерт, родиной которого считается Франция. Говорят, он признанный десерт блаженства. А так ли это на самом деле, мы с вами и узнаем. Для тарта нам понадобится приготовить основу из песочного теста и сделать лимонный крем-курт. Начинаем с теста. Растираем в миске 130 грамм сливочного масла комнатной температуры и полстакана сахарной пудры. Добавляем 2 желтка. Перемешиваем. Всыпаем 2 стакана муки пшеничного высшего сорта, пол чайной ложки разрыхлителя и щепотку соли. Все это перемешиваем. Собираем руками тесто в шар. Тесто мы перекладываем в пакет или в пищевую пленку, обматываем. И убираем в холодильник минимум на полчаса. Пока тесто охлаждается, мы займемся приготовлением лимонного крема. Расскажу, как высчитываются пропорции. На 1 лимон мы берем 1 яйцо, 50 грамм сахара и 15 грамм сливочного масла. Таким образом, для моего лимонного крема понадобится 4 лимона, 4 яйца, 200 грамм сахара и 60 грамм сливочного масла. Смешиваем сахар, цедру одного лимона и лимонный сок. Яйца взбиваем вилкой и отправляем в сахар с лимонным соком. Все это хорошо перемешиваем. Даем постоять некоторое время, чтобы цедра отдала весь свой аромат, после чего процедим смесь. Духовой шкаф уже разогрет до 200 градусов, режим конвекция. Мы берем вот такую форму со съемным дном диаметром 24 сантиметра. Берем тесто и выкладываем тесто в форму. Мы будем его не раскатывать, а прижимать пальцами, распределять, потому что тесто будет очень хрупкое и так будет сделать намного проще. Тесто распределено по форме, его толщина где-то полсантиметра. Мы прокалываем тесто вилочкой. И выкладываем грудь. Это пергамы с фасолью. Можете использовать рис для других каких-то бобы, помимо фасоли, чечевицу, горох. Отправляем в духовку выпекаться на 20-25 минут до золотистой румяной корочки. Для получения более густой консистенции добавляем в курт 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Тщательно все перемешиваем, чтобы не было больших корочков. А для бархатистости добавляем 60 грамм сливочного масла. И отправляем сотейник на плиту. Средний огонь постоянно помешиваем. Лимонный курт отлично загустел, начинают появляться пузырьки, он закипает, поэтому мы снимаем его с огня. Постарайтесь не переварить крем, иначе будет отчетливо выделяться вкус яиц. Нам понадобилось 25 минут, чтобы испечь заготовку из песочного теста. Мы убрали пергамент с грузом и даем ей остыть до комнатной температуры. В остывшую заготовку выливаем лимонный курт. Убираем готовый лимонный тарт в холодильник до полного охлаждения. Сейчас будем нахрустировать лимонный тарт. Не смогла устоять, он не совсем застыл, просто очень охотно попробую. Это лимонное блаженство. Основа приятно хрустит, а начинка просто тает во рту. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Каплина Елена. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok